В Ульяновске осветили храм. Храм этот непростой. Он новый и одновременно старый. Чин великого освящения храма всегда проходит традиционно. Согласно уставу, его совершает правящий архиерей. Митрополит Анастасий, как и положено в нарукавниках и фартуке, священно действует. Помогают ему настоятель нового храма Андрей Козловский, благочинный симбирского округа Николай Косых и секретарь архиерейского совета иеромонах Филарет. А два года назад эти стены слушали тишину. Тогда это был храм Михаила Архангела. Он находился в центре Ульяновска и на тот момент практически не использовался. Небольшой он не мог вместить всех желающих, и богослужения проходили в расположенном по соседству храме трех святителей – Белокаменном и Просторном. Идея перенести деревянный храм сюда, в северную часть города, родилась осенью 2017-го. И с тех пор работы по его реконструкции шли непрестанно. Осветить возрожденную церковь было решено в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Ведь по прошествии лет в городе не осталось ни одного храма, посвященного этой особо почитаемой на Руси святыне. Прежний же храм Казанского образа, а это был кафедральный собор, в котором служил будущий патриарх Сергий в Симбирске, был уничтожен одним из последних в 1959 году. Наверное, для нас, жителей города Симбирска, это второе явление Божьей Матери. Сейчас вся православная Россия празднует 440 лет со дня явлений Казанской Божьей Матери в Ограде Казани. Посмотрите, как символично получилось, что именно в эту юбилейную дату мы с вами осветили этот храм. Особым подарком верующим лично от митрополита Анастасия стал древний казанский образ Пресвятой Богородицы, который Владыка передал в этот день в дар приходу. Этот образ сопровождал архипастыря многие годы его служения церкви. «Я надеюсь», — отметил Владыка, — «что этот храм станет притягательным местом для симбирян, что люди будут приходить сюда и молиться перед этим старинным образом. И Пресвятая Богородица обязательно услышит всех». «Для нас единственной заслугницей в этой жизни является Царица Небесная. Люди, с которыми мы живем, они могут продать тебя, отказаться от тебя, опорочить тебя. А Царица Небесная никогда не отвратится от лица грешного человека». И в прихожанах недостатка не будет, заверили Владыку собравшиеся. Ведь здесь, за парком Победы, растет новый жилой микрорайон. Сплошь новостройки. А до настоящего времени ни молиться, ни венчаться, ни крестить малышей здесь было негде. «Как радость. Радость на душу не знаю какая. Здесь ведь на этом месте нет храма. Построили. Вот теперь народ будет не сразу, но постепенно будут ходить в этот храм, очищать свою душу, сердце». Прихожане еще долго не расходились, а самые активные уже начали обсуждать предстоящее благоустройство, планируя, где возле храма будут лавочки, где туи и кипарисы, а где клумбы с цветами. Елена Тимонина, Елена Гончарова, Владислав Фролов. Вести. Ульяновск.